Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дарли Ди, и мы играем в приложение ВКонтакте. Сегодня мы поиграем в игрушку. Время для героев. Ну что ж, давайте выберем героя. Кого героя выбрать? Давайте вот этого, брутального. Окей. Приключение начинается. Мы ждали тебя, и вот ты здесь, бессмертная душа, готовая... воплотиться в смертельное тело и помочь вам победить известных из вечных врагов. Титаны, приветствую тебя, да пребудет твой путь в свете. Скажи, как нам тебя зовут? Окей. Начнем игру. Идет загрузка такая вот. Ожидание, оно не такое уж и долгое. Иногда нужно подождать. Окей, добро пожаловать. Приветствую тебя, герой. Ты очень вовремя. Этому миру нужна твоя помощь. Вот, возьми 10 тысяч и 10... 10 тысяч золота и 10 кристаллов. Все, не трать. Пригодится. Теперь я покажу тебе, как брать задание. Отлично. Купить дом. Взять задание. Прости, герой, я не представилась. Меня зовут Светлительница. Жрец говорит, что высшие силы после меня... Он редко ошибается. Сейчас ты нужен нам, как никогда. Ты находишься в форте возрожденных в мире под названием Колыбель. Это первый мир ожерелья. В последнее время его жителям приходится не сладко, какая-то небывалая чума превращает зверей в неуправляемых монстров. Люди голодают. Темные времена настигли нас врасплох. Между тем, армии львов и орлов продолжают свое противостояние в надежде добраться до абсолютных знаний, что унесли с собой трое. Жрец сказал, что не может точно определить твою судьбу, но видит ты послан остановить весь этот хаос, что окружает нас. Я верю в тебя. Надеюсь, что золото и кристаллы, которые я копил, не пропадут таром. Первое, что необходимо сделать, это полностью погрузиться в ожерелье миров и приобрести дом. Говорят, тут неподалеку освободился один. Поспеши купить его в доме. Будет храниться твоя коллекция масок, маски. Ценные артефакты ожерелья миров. Они позволяют перевоплощаться в любого зверя или монстра, наделяя его обладателям неимоверной силой. Но теперь иди, я же расскажу главе форта, что в нашем мире наконец-то появился герой. Ну да, наконец-то я появился герой. И то все это время были так себе людишки. А тут появился герой, и тут появился я. Так, ладно. Не будем тщеславиться. Воплощение которого способно сдвинуть чашу весов в сторону порядка. Окей, мне кажется, это всем так говорят. Взять задание, конечно. Пустой дом. Чтобы начать приключения в ожерелье миров, нужно где-то поселиться. Лучшее место для отдыха и хранения вещей это свободный дом. Окей. Свой угол. Я глава форта. Это я вот за этого жердя играю, нет? А, нет, нет. Я похудею. И ты просто похож. Это видимо уж батя его. Ладно. Я глава форта. Это глава форта, значит. Задача слушать меня внимательно. Смотрю. Освоился уже. Даже дом купил. Молодец. В доме будет храниться твоя коллекция масок. И так. И быть я внесу свой вклад. Держи маску стража. Это одна из лучших масок. Но хватит ее лишь на 10. Сражение. Иди в дом. Примерь. Давайте зайдем в дом. И примерь маску. Отлично. Крутая маска. Это без маски, значит. А это я с маской. Характеристика. Плюс 5. Плюс 25. Плюс 25. Ну, круто. Круто. Наденем. Да. Отлично. Свой уголок. Выглядишь безупречно. И сил теперь хоть отбавляй. Только как ты будешь своей силой распоряжаться, если у тебя меча даже нет? Надо это дело поправить. Конечно. Конечно. Заберем награду. Взять новое здание. Так. Можно почитать? Я уже сказал мастеру арену, что он подготовил тебя к первому сражению. Сразу же видно, меч неуклюже держишь. С таким подходом недолгие голову потерять. А кому это надо? Мастера слушай. Он лучший тренер во всем ожерелье миров. Если все верно будешь делать, то получишь бесценные умения. Начинать рекомендовано с умения оружия. Есть и другие, но ты уже без меня с мастером изучать будешь в том порядке, в каком тебе самому захочется. Как известно, любое обучение требует времени и правильного подхода. А ускорить все это дело помогают индивидуальные тренировки. За отдельную плату, ясное дело, мастер арены один. Желающих с ним лично заниматься много. Большая часть, между прочим. На том пока все, отдаю тебе во временное распоряжение мастера. Как закончишь там, возвращайся. Будет у меня для тебя настоящая боевая задача. Пока что, на что способен действительно. Ли можно назвать тебя героем и тем, кого высшие силы после навести порядок в этих мирах. Ха. Я лично в это не верю. Но хорошие бойцы всегда на счету. Ну, какие возьмем задания. Умение побеждать. Хорошо. Давайте уже приступим. Так, изучим. Да. Отлично. Давайте выучим сразу. Что ждать? Вы давайте, если нажмете на паузу, прочитаете. Вот я вам пока основу покажу уже, чтобы можно было успеть сразиться. Вот. Сейчас я вам поставлю. А, ну вот это мы читали с вами. Заберем награду. Вот будет следующее задание. Я это не буду читать. В дальнейшем, если вы в комментариях пишите, стоит ли мне писать, читать или нет. Потому что на это тоже время тратится. Ну, я буду вам останавливать кадр. То есть, вы успеете нажать паузу, чтобы прочитать. Ух ты, Бурый Медведь. Бурый Медведь не обладает никакими дополнительными боевыми способностями. Давайте нападем на Бурова Медведя. Напасть. Сейчас мы... Сейчас мы ему покажем, где тут Кузькина мать. Где раки зимуют и все прочее. Так, выбери боевую способность. Я хочу двойной урон. Блядь, нифига себе моего. Яростный удар. Смотри, яростный удар. Двойной урон, который одновременно отнимает щиты здоровья противника. Шанс яростного удара зависит от твоей ярости. Да, мне понравился этот удар. Хочешь, нифига себе. Ну все, мы его победили. Бурые Медведи одолели. Забираем награду. Первая кровь. Я знал, что у тебя все получится. Герой-жрец сказал, что ты послал нам для какого-то особой цели. Я думал, он прав, тебя ждет дела. Но уверен, мы скоро встретимся. Так. Вот за это здание мы сейчас заберем. Хорошо, опыт у меня получен. А если я буду каждый день заходить, я буду получать вот эти всякие бонусы. Все больше, больше, больше. Нифига себе. Если я буду, допустим, 20 дней заходить, я смогу кинжал какой-то крутой купить. За 30 дней. Ух ты. Кинжал сяка. Нифига себе. Если прям каждый день не пропускать, играть. И в конце будет финал золота. 14 тысяч. 14 тысяч. Что-то не так уж и много. Что такие... Что такие жадные, ребят? Один кристалл за 98-й день. Будьте добре, ребят. Цена за 100 голосов. А, ну-ка. Один голос это один кристалл. Ну, в принципе. Но все равно можно было сделать там... Можно было и 10 делать кристаллов. Если каждый день люди, которые реально играют, они же вам помогают, тем самым обучают людей. Мне кажется, за это им, ну, респектно давать и как-то больше голосов. А кто будет, не знаю, каждый день играть, чтобы всего лишь один кристаллик заработать? Я бы, не знаю, я бы сделал больше бы. Не был таким, не знаю, скупым. Мне кажется. Извините за критику строгую. Ну, все же, это... Ну, представляю себе, 3 месяца, чувак, играл, играл. И на какой-то 90-й день всего лишь один кристалл получит. Не... 10, это минимум кристаллов надо ему дать. Сколько, кстати, 10 кристаллов стоит? 10 кристаллов, 10 голосов. Ну, пусть будет сначала, допустим, один голос. Ну, один кристалл. Потом, через... На 10-й день... Не, ну, допустим, на 20-й там, 3 кристалла. На какой-нибудь там, не знаю, 40-й 5 кристаллов. На 70-й там, 10 кристаллов. И, допустим, на 90-й там, 15 кристаллов. Вот тогда люди бы играли в вашу игру каждый день. Вы бы больше, мне кажется. Вообще прям кучу тьму людей бы привлекли. И дым-ночь как бы все равно был. Вот как Хардстоун они сделали. Люди же играют в нее в Хардстоун. Потому что... Ну, это мое мнение, я высказываю. Просто... Там можно покупать бустеры. А можно и простым людям, кто каждый день играет. Они даже могут... У них даже больше коллекции быть, чем тот, кто зашел один раз. Но купил себе бустеров. Вот. И тот, который каждый день играет в течение года. Он может нам довольно больше накопить карт. Вот. Поэтому люди в нее играют. Каждый день просто. Мне кажется, это правильно. Так, отлично. Взять здание. Кабанчика давайте победим. Изгнать. Спасибо. А, это мы изгнали и все. А что, напасть нельзя? Борин видеть не обладает такими боевыми способностями. Отлично. Ух ты, какой-то Вирвольф. Нифига себе. Вирвольф при этом слове любые разговоры вокруг замолкают. Невероятно сильный и опасный противник. В любой ход этот монстр так с шансом может нанести смертельный удар. И тем самым повергнуть противника. Спастись от этого может только бонус замешательства или боевая способность каменная кожа, доступная героям в маске защитника. Награду за убийство этого монстра можно получить... А я хочу напасть. Пусть зачем мне изгнать его? Так, вот он мне здание давал. Можете прочитать, тут нажать на паузу и прочитать. Вот. Забираю вроде, в общем, награду. Тройная выгода. Герой, я знаю, что лишние средства еще никому не мешали. Именно поэтому я делаю тебе это уникальное предложение. Утройное количество золота и кристаллов при первом платеже. Утройное аж на нифига себе. То есть за 100 голосов я еще бонус 300 получу. Но вот это щедро. Вот сейчас вот это щедро, реально. Но это уже плюс. Так, давайте посмотрим. Ух ты. Мне предлагают выбрать сундук. Давайте откроем. А, нет, я не могу открыть его. Он сильно дорогой. Он сильно дорогой, ребят. Вот это я могу открыть, я так понимаю. Забрать. Сто раз можно открыть, что ли? Не понимаю. А, за деньги я открываю. Он дороже и дороже стоит. Забрать. Понятно. Так, вот еще какое-то задание мне дает. Давайте я вам читать долго. То есть, ну, в принципе, тем самым интересно. То есть, тут какой-то сюжет есть. Вот. Стоит почитать историю, узнать вот об этом всем. Вот. И этим игра, мне кажется, берет тем, что ты читаешь, ты вникаешь, ты представляешь себе эту картину, эту историю. И участвуешь в этой истории, играешь. Это круто. Давайте возьмем задание. Полный пояс. Слышал, в логово собираешься. В такие места лучше с полным поясом земель ходить. У меня тут как раз скидка на них. Пойдем, скорее я пока не закончилась. Отлично. Можно купить, допустим, корзину с зельями. У меня есть. Давайте возьмем. Давайте еще возьмем. Давайте еще, 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 еще. Сколько я раз могу купить? Не удалось купить корзину с зельем. Так просто. Нельзя, что ли, так купить? Так просто нельзя. Ну, ладно. Рюкзак. Надеть. Отлично, отлично. В логово. В логово кабанов. Хорошо. И начинаем сражаться. Так. Защитим себя. Теперь, я думаю, стоит напасть. Хадыщ, ходыщ, ходыщ. Сколько у меня? У меня здесь жизнь-то много, у меня еще только броня. Давайте мы двойной удар нанесем. Ох, как ему больно-то. Как он ревет. А сейчас, я думаю, простого удара хватит. Просто ударчик, чувак. Тебе не жить. Победили. Легко и просто сделали. Сердце. Сердце. Собрали. Ледко оружие получили. Так, вот за это задание мы забираем награду. Свою. Отлично. Замечательно. Логово кабана. Ух ты, заброшенная штольня какая-то. Нельзя так. Логово медведей. Хорошо. Логово кабанов. Так, следующее задание. Тут уже будет, я так понимаю, опаснее. Давайте посмотрим на этого кабанчика. Белый кабан. Ух ты, блин. Тут способность, скорость, сила слабенькая. Я думаю, его надо мочить, ребята. Просто мочить. Вымачивать. Отечественную броню сняли. Давайте еще раз сильным ударом нанесем его. Отлично. Отлично, ребята. Просто замечательно. Так, закрываем. Тут можно почитать награды и все. В принципе, игрушка интересная. То есть, ну это такая, допустим, сижу я в офисе, зашел в эту игрушку и спокойно наслаждаюсь этой историей. Замечательно. Читаю вот это все. Вот этим она себе берет, эта игрушка. Вот. В общем, всем, кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Всячески стоит, нет, продолжать там вторую серию вот этой игрушки. Пишите свое мнение, мне понравилась она вам или нет. Что вам в ней понравилось, что не понравилось. Может быть, я что-то не рассказал. Что тут вообще есть? Вот это пояс. Тут у меня всякие штучки висят. Пока что у меня три слота. Это можно будет покупать пустые. Можно смотреть задания, какие. Вот сейчас у нас какие можно взять задания. Тут все детально описано. Вот. Об этом заброшена штольня, логовый кабанов. Я так понимаю, мне надо сначала вот эти места пройти. Монстры. Рюкзак мой. Вот слева что у меня тут есть. Можно все одеть. У меня сейчас меч находится. Можно кирку одеть. Кольцо поменять там. Цепочку. Умения. Можно изучить, допустим. Давайте закончим оружие. Можно что-нибудь другое. Давайте оружие еще изучим. За 300 монет. Отлично. Бонусы тут всякие есть. Допустим, открыть кошелек. Купить. Вот это все. Кошельки. Вот. Сообщение тут какое-то. Можно прочитать. Нет новых сообщений. Вот. Ну, в общем, вот такая вот игрушка. Время для героя. Всем, как вам понравилось. Ставьте палец вверх. Комментируйте видео. Вот. С вами был Дарья. Ребята. Всем удачи. Всем до скорого. Пока-пока.